Памп трек! Совсем юные участники на миниатюрных велосипедах показывают настоящий класс. Секунды до старта, свисток судьи, и зрители с замиранием сердца начинают следить за гонщиком на специальном памп треке. Более сотни гаражам приехали посмотреть на розыгрыш первого кубка велоцентра Федюхины высоты. Дисциплина BMX памп трек. Здесь участвуют ребята от 4 лет до 18+. Это получились у нас междугородние соревнования. Приехали ребята из Симферополя, из Ялты, из Краснодара приехала целая школа. Они вот чуть позже будут соревноваться. Каждый велогонщик выходит на памптрек в полной защитной экипировке. Организаторы соревнований первостепенное внимание уделили вопросам безопасности. Большинство спортсменов используют стандартный BMX, но некоторые из участников проходят маршрут и на горных МТБ велосипедах. Дисциплина памптрек. Мы едем на время. Каждый гонщик едет по два круга. Младший едет один круг. И лучший результат они показывают в финале. Я понял. В чем секрет успеха? Потому что некоторые гонщики используют педали, некоторые за счет какой-то раскачки, за счет пампа проезжают. Секрет успеха в тренировках, конечно же. Нужно готовиться, нужно тренироваться и правильно питаться. Давай-давай-давай. Ужал, знаете, что на футболке написано? Гоу, рай! Всех претендентов на кубок поделили на 8 категорий в зависимости от возраста. Каждый гонщик сначала прокатывал круги во время квалификации, а затем уже в финале стремился показать все, на что способен. На самом деле было немного сложно. Я раскатывался и неделю тоже тренировался. Лучшее время смогли показать ребята, которые профессионально занимаются велоспортом, в том числе в дисциплине баймикс-памптрек. Среди призеров кубка были и совсем юные представительницы прекрасного пола. Я готовилась к гонке. Ну, полгода точно готовилась. У меня брязь занимается, папа. Мне это тоже нравится. Потому что там соревнования, кататься, контактная борьба, прыгаем и все. По итогу соревнований все участники получили памятные призы и подарки, а лучшие из гонщиков стали обладателями первого кубка велоцентра Федюхины высоты по баймикс-памптрек. Современный спортивный объект в парке «Живой истории» открылся только весной этого года. Здесь можно покататься на своем велосипеде, либо взять на прокат. Предлагается широкая линейка новых байков, в том числе и электрических. Любой желающий может протестировать современные велодорожки, памптреки и скиллпарк. Два месяца как мы открылись, у нас уже есть постоянные клиенты, у нас есть друзья, у нас открывается команда Федюхиной высоты. Не только БМХ, но и МТБ. Ребята, кто гоняет по горам, они уже тоже сбиваются у нас в команду. Мы приглашаем всех желающих, как детей, так и взрослых. Мы сейчас немножко перепрофилируем наш велоцентр в сторону семейного отдыха, потому что мы видим, что люди приезжают не только на спортивную часть, а больше на отдых именно с семьями. Мы уже больше в аренду сдаем не по одному-два велосипеда, а по три-четыре. Поэтому сейчас будем больше делать упор на семейный велоцентр, на семейный отдых. Велоцентр ждет гостей ежедневно с 10 утра до 19 часов по адресу село Первомайское, улица Ясная, 45, парк живой истории Федюхиной высоты. Николай Кузнецов, Дмитрий Фомин, Севернофорумбюро.